Мурманске лето подходит к концу. Меньше чем через неделю на смену солнечным дням придет серая осень. Поэтому не стоит терять время зря. Я предлагаю вам пройти со мной на прогулку, тем более в Мурманске есть что посмотреть. Велодорожку в центре Мурманска продлили до улицы Карла Липнихта. Она подходит тем кому не интересны пешие прогулки. Благо велосипеды и самокаты теперь есть шаговой доступности. Первые велодорожки появились в центре Мурманска в начале августа. Большинство горожан обновку оценило. Однако маршрут от улицы Академика Кнеповича до площади 5 углов был недостаточно протяженным. Недавно разметку продлили. Теперь прокатиться на двухколесном транспорте можно вплоть до улицы Карла Липнихта. Чтобы перевести дух после долгого катания, остановка в самом центре Мурманска. И что немаловажно, совершенно бесплатно. На площади 5 углов установили новые парклеты. Теперь можно остановиться поболтать с друзьями или выпить кофе. Пилотный парклет на улице Воровского уже полюбился горожанам. То, что одной такой зоны отдыха для заполярной столицы мало, стало понятно почти сразу. Еще два подобных сооружения появились на пяти углах. Парклеты актуальна замена привычным лавочкам и паркам. Главная задумка конструкции – освободить захламленные автомобилями парковки. Их в основном устанавливают рядом с кафе и ресторанами, чтобы люди могли выйти с кидой и посидеть на улице. Представьте, что старое серое здание – это холст, а открытое небо – это галерея. Именно под таким открытым небом трудятся художники стрит-артом. Вот этим старым разрушенным зданиям они дают вторую жизнь. Проект «Рост» направлен на преображение района роста с помощью уличного искусства и средового дизайна. Художники из разных стран собрались вместе, чтобы добавить в монотонный ландшафт городских джунглей ярких красок. Дмитрий Потапов приехал в Мурманск из Молдовы. Бросив работы дизайнера, он посвятил себя стрит-арту. Уличный художник вдохновляется сказками сами. С помощью акриловых красок на здании бывшей 14-й школы вот-вот появится чудесный олень-оборотень Мяндаш – мифологический родоначальник древнего народа. Суть просто в том, что все мои работы и все, что я рисую, оно основывается на ответственности, которую мы несем за собственные действия. Мурманчанка Вероника Волокжаникова, член Союза художников России, признается, что порисовать на городских зданиях легально – большая удача. Как будет выглядеть фасад 47-го дома на улице Лобова художник пока не раскрывает. Но поясняет, эскиз превратится в многофигурную композицию в стиле иллюстративной графики. Это будет северная тематика, мы хотели сделать что-то для севера, о севере, и могу немножко сказать – это про саамов. Фестиваль стрит-арта под открытым небом в Мурманске завершится 5 сентября. В этот же день пройдет экскурсия, где любой желающий сможет увидеть работы художников. Александра Пескова, Артемий Букшин, ТВ21+.